Герои нашей сегодняшней истории живут в этом дворе. Первого зовут Николай. И он отсюда в феврале вынужденно не уехал в Китай, где работает уже много лет. Вторая героиня это лужа у дома. Так называется инстаграм-аккаунт, который Коля завел лужу возле подъезда для того, чтобы чиновники наконец обратили на нее внимание. В итоге буквально за пару дней у лужи, до которой никому не было дело больше 20 лет, нашлось 12 тысяч друзей, ну подписчиков. И лужу хоть и коряво, но наконец-таки засыпали. Более того, Коля, который никогда в жизни не пользовался до этого инстаграмом, потому что в Китае его просто нет. Немало смутило еще и сообщество местных известных блогеров, для которых 12 тысяч подписчиков буквально за пару дней. Это, говоря их словами, топ-уровень. Короче говоря, вся эта история кажется нам глубоко символичной, очень про нас с вами и про нынешнюю Россию. И чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужно довести ее до абсурда. Твоя лужа возле дома такая же была? Да. В половину примерно меньше. Ну, похоже, да? Очень похоже, да. Ну, примерно вот как перед подъездом, то, что мы видим, вот примерно такого размера она и была. Меня накануне, ну, на той неделе мне прислали после ливня изображение лужи на улице Украинской. И это меня прям поразило. Меня это очень впечатлило. Я сколько вот по городу хожу, лужи, ну, больше, чем это лужи, я еще не видел в нашем городе. Держи, держи. Ты держишь? Держишь? Да. Я придумал, если уж делать абсурд, так делать его по полной. Вот. И среди нашей всей российской действительности я придумал провести фотосессию с очень красивыми девушками. Так как у нас закрыты сейчас границы из-за всем известных событий, а девушкам хочется отдохнуть на море, на Бали, например. Вот. Взяли доски для серфинга, взяли сабборд и решили устроить Бали на Сахалине. Канесла. Ну, гриби. Так, сейчас подождите. Она чувствует дно? Ну, я надеюсь, что да. Что подобное местные власти уже просто не смогут проигнорировать и не ограничиться просто отпиской. Я вообще не верю в этот тур. Петров Николай Викторович, 40 годиков, безработный на данный момент. Веду инстаграм «Я лужу у дома». «Я лужу у дома», «Я лужу у дома», «Я лужу у дома». Я, когда размещал только эту страничку, у меня была сугубо практическая цель. Я хочу, хотел и сейчас хочу, чтобы нам во дворе сделали капитальный ремонт. Тут даже зимой просишь дворника почистить, и то со скандалом. Чтобы почистить, чтобы белье повесить. Первый этак-то, балконов нету. А, поэтому вы на улице? Да, да. Были бы балконы, так на балконе бы, наверное. Мне приходилось одевать сапоги, чтобы дойти до машины. И закинуть сюда сапоги, багажник, и одеть кроссовки. Это нормально? А тут дети, бабушки. И что они, пешком? Вот на ногах, на руках будут ходить? Мне просто, знаете, как-то такая ситуация. А вы куда-то сам писали, обращались? Куда, кому писать? У меня времени просто нет. Я вырос в этом доме. Я вырос здесь. Помню себя все детство в этом дворе. Детство, отрочество, юность, все прошло здесь. После того, как я закончил колледж, я устроился здесь работать на местное телевидение. Потом меня взяли в корпорумпорт Володевостоке, федерального телеканала. Потом перешел еще на один федеральный телеканал. А потом уехал в Китай. В Китай я уехал 9 лет назад. Там занимался экспортной деятельностью, экспорты и импортные, и видеопроизводством. Также занимался видеопроизводством, продюсированием коммерческих роликов, рекламы. Это тебе зачем нужна конструкция? А чтобы камера располагалась строго сверху. Штатива у тебя? Штатива у меня, да, здесь, к сожалению, нет. Поэтому приходится использовать такие вот ухищрения и приспособления. Техника осталась в Китае. У меня заканчивался срок действия визы в феврале, в конце февраля. Но выяснилось, что все, страна закрывается на карантин. И консульство не будет выдавать визы. И когда это будет, никто не знает. Вот. И у меня с собой было вещей на 7 дней. Вот один рюкзак в ручной кладе, даже багажа не было. Лужа, да, лужа наше все. Мы готовимся к двум знаменательным событиям в нашей луже. Это месяц со дня визита председателя областной думы нашей лужи, который обещал нам здесь все сделать и облагородить. Надо ему напомнить просто про его обещания. Вот. И 19-го числа у нас будет тоже знаменательная дата, 60 лет губернатору нашей Сахалинской области. И лужа хочет поздравить нашего губернатора с этой, с юбилеем. Ты помогаешь в этом? Да, конечно. Ну, она, у нее лапок же нету. Я когда приехал, я, опять же, активно включился в жизнь нашего микрорайона. При первой же возможности я рассказывал про наш двор, про нашу лужу, и что нам нужно. Я и с дорожниками разговаривал. Ну, как обычно, ответ один – пишите письма мелким почвам. И тут как-то утром стою, жду автобус на работу. У меня сейчас тогда была работа. И мимо проходит губернатор Сахалинской области. Я с ним здороваюсь и прошу минутку рассказать о нашей луже. На что он мне говорит, что, вы знаете, вот есть Инстаграм, напишите мне в Инстаграм, Леваренко Афишул, и вам сразу же, ну, это самый действенный в Сахалинской области сейчас канал связи с властью, да, с администрацией. Я так подумал, интересно, и решил завести аккаунт именно Лужи. Вот, и от имени Лужи набрать подписчиков чуть-чуть. Я продумал совсем небольшую там концепцию какую-то. Это все было там на коленке, как и сейчас, в принципе. Это все твои обращения или... Нет, это... Я просто первую страницу взял, чтобы было видно, что это, ну, официальные письки. Это кофе. Изначально, ну, когда я только все это начинал, я думаю, ну, у меня будет подписчиков больше, чем у нашего депутата от нашего округа городского. Конкретно Лужи его упоминало, да. Ну, и плюс... В одном из постов. Насколько я помню, да. А реакция была потрясающая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Обращения от Лужи и иных неживых объектов, а также от вымышленных персонажей я в работу принять не могу. Для дальнейшего диалога жду обращения от жителей этого дома с указанием ФИО и контактного номера телефона. Тебе было тяжело адаптироваться к этой реальности после реальности Китая? Нет. Я довольно-таки адаптивный человек. И плюс ко всему, я когда сюда только приехал, я не предполагал, что я здесь окажусь на столь долгий срок. Я думал, ну, месяц-два. Я уже все-таки тут по обвыкся, посмотрел, что происходит вокруг. Уже кое-как стал принимать эту реальность. Даже не принимать, а воспринимать. Принять ее до сих пор не очень могу. Вот. Чему, по-моему, подтверждение с инстаграм. Самое удивительное, как мне сказали, даже все местные чиновники, на самом деле, в восторге от такой идеи. Вот. Много подписано. И даже, как мне сказали, кто-то это отслеживает даже вроде как из администрации президента. То есть ты и их жизнь разнообразил? Ну, видимо, да. Но не каждый день тебе удается поржать служи. Это безобразие? Это двор. Это двор. Это вообще-то. И это уже лет пять, наверное, там происходит. И вот мы решили устроить фотосессию на вот эту... Нет, правильно, конечно. Я-то думала, там маленькая лужечка, а это ж озеро. Ну, кстати, подписывайтесь на наш канал в инстаграме. Я лужу дома. После каждого дождя мне присылают в Директ практически, ну, самые крупные лужи города, это точно. Про ямы пока так не раскручивают. Но, видимо, еще все впереди. Вот буквально недавно, 2 дня назад или день назад прислали, что у нас вот такая лужа. Она всем мешает. Мы все страдаем. Невозможно пройти. Я стал задавать вопрос. Вы куда-нибудь обращались? Мы никуда не обращались. Нам неудобно ходить. Я, честно говоря, не знаю, что они ждут конкретно от меня. Видимо, тот эффект, который сделала моя лужа, у всех ассоциируется с тем, что если я об этом напишу, то обязательно приедет дорожная техника, которая им все заделает. Потому что все же он менее устойчив, там надо быть специалистом умения. Поэтому я считаю, что САПы. САПы у нас, пожалуйста, бывают. Вот смотрите, вот таких люкзаков. Самое, что меня поразило, я потом стал обращаться к серферам, и все отказались. Тогда перешел к плану Б и решил привлекать просто красивых девчонок, которые могут выступить моделями. Как они быстро соглашались на участие? Я был удивлен, что я сначала… То есть все эти фотографы, модели, ты им платил деньги? Нет, 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 это все добровольно. Я сразу сказал, что денег у меня нет и не предвидится. Если у вас есть интерес поучаствовать, давайте поучаствовать. Вообще вы хотели заплатить за оборудование? Вы отказываетесь брать деньги? Конечно, ну что, за благо дело деньги не берут. Спасибо вам большое. Что вы? Это неожиданно. Я и из вас, я одна из вас. У меня такие же взгляды на жизнь. Тайное общество лужи. Мы должны делать мир лучше. Тут я с вами согласую. И чище. Ты здесь устраивался на работу, когда ты приехал? Да, конечно. Ну, надо же на что-то жить. Я устроился на работу. Сначала в местную телекомпанию монтажером. Я там проработал меньше месяца. И увидел объявление, что нужен человек на закупке со знанием английского и китайского. Хорошая зарплата, очень хорошая зарплата. Устроился туда и проработал там меньше месяца. У тебя уже, я задавал этот вопрос, у тебя же в том времени был инстаграм? Да. Он как раз, я его завел как раз, когда работал в этой организации. Тебя из-за него уволили? У меня нет доказательств этому. Но, когда мне мой руководитель по телефону сообщил о моем, что в моих услугах больше не нуждаются, следующий вопрос был, как там мой инстаграм выжил. Ну, это факт. Диалет вообще. Ну, я поговорил с жителями. Им делали когда ремонт, там что-то неправильно сделали. И в воде просто некуда уходить. Я сделал об этом пост. И администрация города отреагировала. Мы о проблеме знаем. Мы ее обязательно решим. Даже вот этот двор поставлен в очередь на капитальный ремонт на следующий год. А сейчас-то людям как ходить? Как машинам ездить? Как там? Ну, с колясками, например. Ну, я уж не говорю про все остальное. Допустим, знаешь, такие кадры. Я могу на... Конечно. Допустим, такой сначала красивый кадр, да, такой портрет прям приближенный. Типа вот. А потом, допустим, как это в реале. Знаешь, когда, допустим, фотографы выиграли. А, я понял, я понял. И, допустим, в комнату вот реально. Так. Ну, все, в общем, ребят. Мы, конечно, это сейчас не отснимем. Вернее, не выложим. Мы считаем, что это под криклом секретности. Во-первых, вот эту лужу, получается, на украинской, о ней... Вернее, да, о ней ему рассказала я. Поняла, да? Бывают люди, которые на меня выходят и говорят, Наташ, ну, давай раскачаем, ну, пожалуйста, да. Я говорю, окей. И вот на меня вышел также мой знакомый, и он прям сфотографировал с разных ракурсов и говорит, Наташ, ну, опубликуй, пожалуйста, у себя. Ну, уже не знаем просто, как бороться. Это не был, не был абсолютно взаимопиар, мне от него ничего не пришло, никого не надо было. Ну, то есть вообще абсолютно, я только думала, блин, это же реально его тема. У чувака 15 тысяч подписчиков, он крутой, ну, понимаешь, он крутой. На меня смотрим, красиво, красиво. Покажи, покажи тигрицу. Все. Да, 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 вот, вот, вот она. Ой, смешно. А у вас давно это лужи? Зимой, летом, каждый год. После дождя, видите, вот откачали до этого. Вода, вода ушла. Сейчас дождь пошел, и опять вода стоит. Это постоянно. Спину прямо. Дыши. Меня зовут Наталья Середа, мне 28 лет. Я южно-сахалинский обозреватель. У меня свой блог, 10 тысяч подписчиков. Я учусь в медиа, студент и вообще волонтер. Сколько у вас сейчас, 10 топовых блогеров, сколько южно-сахалинских? Ну, я думаю, ну, я думаю, 5. 10 тысяч, это много для южно-сахалинских. Ну, да, есть и больше. То есть, у лужи, например, 15 тысяч. Скажи мне, лужи, это феномен? Лужи, это интересно. Это социальный проект, это прям круто. Ну, вы молодцы, конечно, блин. Вы сюда давно ездите? Очень давно. И такой интересный вопрос. У них постоянно, как дождь, вот такая ерунда. Как бы так. Спасибо, молодцы вы за позитив. Волну, пожалуйста, сделайте. Хорошо. Я тоже так же обращалась к губернатору, к нашему. Поднимала тему, когда в прошлом году, перед Новым годом, у нас на севере Сахалиновых, у нас так же рубанули отопление у нескольких микрорайонов. И мои родители, живя там, пенсионеры по 70 лет, остались просто без отопления. И я написала то, что, уважаемые, 5 дней без отопления, через день свет, ну, вы что, я аха, аха, где просто минус 30. Камон, вообще, что-то такое происходит. И просто мы подняли такую бучу, буквально через полчаса мэр Гусев был дома у моих родителей. Тебе кажется, это нормально, когда... Мне кажется, что просто сейчас вот эти сети социальные, это сила. Я чувствую силу. Сядь, сядь, сядь. Я вот говорю себе, блин, если вот сейчас решаться этой лужей, да, что-то, это моя победа будет, понимаешь? Отчасти это и моя победа будет, потому что я это все поднимала, я в этом всем ковыркалась, я ни копейки не получила, да, как бы за это. И мне кайфово, вот я сейчас сижу, у меня глаза горят, понимаешь? А если я рекламирую какие-нибудь вещи, ну, ты понимаешь, да, уровень? То есть я отрекламировала, круто, а дело, она комфортная, теплая. Все, у меня нет вот этого, чтобы глаза горели у меня, понимаешь? А вот эти салки у меня горят глаза. Да, да, все, я понял. Ее, получается, с двух сторонами? Ну, да, она в день рождения. Сегодня день рождения у моей мамы, ей исполняется сегодня 70 лет. Ну, у нас есть очень старая сковородка, семейная реликвия, можно назвать так. Вот, она вся такая неприглядная. Вот, ну, и я, что-то мне в голову пришло, что делают же пескоструйную обработку автомобилей. Все, потому что этот жирный, невозможно было ничем оттереть. Просто, ну, чисто физически решил попробовать пескоструйную обработку. Вот, ну, что из этого вышло, сейчас узнаем. Ты ко всему в жизни подходишь так творчески? Ну, стараюсь, да. Ну, я очень долго занимался творчеством, и, может быть, это какой-то отпечаток наложило. Тигрица. Ты хочешь обратно в Китай вернуться, или ты готов остаться здесь? Да если, на самом деле, я уже здесь полгода, у меня там уже все, в принципе, ну, весь бизнес, все, все связи. Ну, конечно, если я приеду, я смогу это все восстановить, но это, опять же, практически начало с нуля. Вот, что здесь начинать с нуля, что там начинать с нуля. Ну, здесь попроще, здесь язык русский. Я думаю, как у техника. Почти. Как можно... Как кухонный комбайн? Нет, через... Сковородка. А, это был соус, который там бегает. Это сковородка. Как сковородка? Это сковородка. Это сковородка старше сына моего. Сейчас я ищу работу, да, но, к сожалению, там, где я мог бы быть максимально полезен, ну, у нас на Сахалине нет такого рынка просто, ну, у нас нет крупных компаний, ну, я имею в виду, там, телекомпании, там, крупных какие-то продюсер, даже мелких продюсерских центров у нас нет. Там, где я мог бы действительно применить все свои знания, весь опыт, ну, вот, поэтому что-то связанное, может быть, с экспортом, импортом, возможно, да. Но, ну, опять же, таких компаний у нас тоже немного, это не Владивосток. Ты специально дождя ждал? Угу. Ты не запустил меня корабль. Что ты говоришь, чтобы запустить корабль? Чтобы запустить корабль, ты ждал дождь. Угу. Давай искать уже. Ну, вот, на концу я не буду. А с кем вы корабль вместе взяли? С папой будем. Я просто сейчас ожидаю комментариев, которые будут под видео, скажут, классный мужик, молодец, бороться с мужем, у тебя есть такие планы? В чиновнике? Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что я бы был полезен в чиновниках. Депутаты? Депутаты у нас, если идти на какой-то там прям очень высокий уровень, потому что городской уровень, ну, полномочия депутата городского уровня, это, ну, практически ничего. Это такой способ адаптации к российской реальности, чувства юмора? Видимо, да. Потому что без юмора было бы вообще, хоть в окно выходи. Коля, привет. Полторы недели мы с тобой не виделись. Что за это время изменилось? Привела ли ситуация к еще большему абсурду вот эта история с серфом и всем остальным? Ну, история с серфом погремела просто, ну, уже не только на всю Россию, уже и Казахстан, и Киргизия даже. Видели сюжеты, показанные. Вчера мэр города поехал как раз в этот двор. Было там что-то типа выездного совещания, где он встречался с местным депутатом, с жильцами этого дома. Сказал, что непременно там сделают им дренажный колодец. В следующем году их ожидает капитальный ремонт. Но самое веселое, что у нас сегодня уже начинается дождь, и завтра обещают просто ливни. Ливневые осадки со снегом. То есть нас ждет очень крупный циклон, и я думаю, что не успеют они до завтра построить этот ливневый колодец. И послезавтра мы увидим примерно ту же картину, что и вы сняли, когда приезжали сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин